Вы смотрите программу «Территория успеха». Меня зовут Анастасия Зубарева. Мы продолжаем разговор с нашим экспертом, строителем и проектировщиком Игорем Ватальевым. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. Тема сегодняшнего выпуска – это эргономика помещений частных домов в сегменте «Комфорт плюс». Игорь, расскажите, пожалуйста, где вот та золотая середина между необходимыми комфортными условиями и какими-то излишествами? Ну, вы знаете, вот в прошлый раз я как бы пытался сказать, что частный дом – это что-то нечто, что-то такое. Чтобы именно вот это вот воплотить в реальной жизни, естественно, каждый видит как бы эргономику и удобство в своем доме по-разному. Но сейчас сложились некоторые тенденции, которые, в общем-то, ну, повторяет каждый второй заказчик, и которые, в общем-то, становятся, наверное, обязательными в своем доме, если дом действительно находится в более чуть-чуть высшей среде, ну, как бы вот, скажем, назовем это «Комфорт плюс-премиум». Дом для среднего класса, который хочет жить комфортно, удобно, и для него очень важно удобство помещения, где она живет, и именно необходимые помещения, благодаря которым он чувствует себя комфортно и, ну, скажем, так, как ему хотелось бы жить. Ну, начнем, наверное, с самого начала. Мы заходим в дом. Первое. На первом этаже, как правило, это должна быть достаточно просторная прихожка. Почему? Потому что встречаем гостей после тамбура, чтобы не было вот это вот, как раньше были тамбур, все толкаются, все друг друга пытаются там как-то опустить вперед, и получается не очень удобно, особенно, когда много людей или какие-то праздники. Мы, опять же, рассматриваем в основном дома городского типа. Они, получается, у нас находятся на не очень больших участках. И, к сожалению, вот этот вот небольшой участок, он предполагает, что буквально там через несколько метров от дома, ну, минимум три метра до забора, это санитарная норма до соседнего участка. Ну, а у кого-то больше, у кого-то намного больше, у кого-то меньше, но это все равно не так уж много. И, соответственно, первый этаж, если традиционная форма, как бы, строительство предполагало, что на первом этаже это зал, прихожка, санузел, ну, котельная, естественно, и какие-то еще подсобные помещения. То есть сейчас вот в своих домах мне часто приходится делать совсем наоборот. Если участок маленький и нет возможности какой-то перспективы вида из окна, ну, нужно еще поймать вид из окна, поймать солнце, поймать, как бы, там, заход, восход солнца, чтобы это было удобно, вот, то я решил немножко переиграть ее, и у меня теперь, получается, на первом этаже, как правило, это большая прихожка, это какой-то, ну, обязательно котельная, потому что это свой дом, соответственно, постирочная, вот, и потом большая-большая зона отдается небольшому залу, ну, метров 25-30, и большой зоне спа, там у меня находится баня, в бане, естественно, нужны окна в пол, баня, там какая-то купель, бассейн, небольшой, 2 на 3, там 3 на 3, вот так вот. Очень многие хотят полный комфорт, полную спа, значит, там идет уже и баня, и хамам, и ледяная купель, и хороший душ, и чтобы можно еще было повесить телевизор, заниматься в том же бассейне, там, аэробикой, кто очень следит за своим здоровьем, ну, соответственно, санузел. Кстати, вопрос, сейчас для этого используются цокольные этажи, потому что одно время... Вы знаете, я не очень люблю цокольные этажи, потому что, на самом деле, вложения достаточно большие, а уровень и качество помещения очень незначительные, потому что вот эти бойницы, раз, вероятность каких-то протечек серьезной гидроизоляции подвала 2, и получается, что, ну, опять же, в цокольном этаже, даже если он очень большой, сделает бассейн сложный, потому что бассейн нужно еще заглубить еще дальше. Не везде позволяют это грунтовые воды и все остальное. Ну, и находиться в подземелье, скажем так, не совсем комфортно, все-таки хочется, чтобы был естественный свет, можно было выйти из той же бани на лужайку. Второй этаж уже все-таки мы поднялись выше заборов, и там я располагаю спальные комнаты. Почему? Они как бы находятся на среднем этаже, вид еще все-таки не очень, но как бы посередине. Поэтому там, как правило, детские, хозяйские санузлы. Один санузел большой, как бы общий, это ванна, душ, унитаз, раковина. И второй чисто санузел, это унитаз, раковина. Ну, как бы, если семья достаточно большая, мы говорим приблизительно о доме площадью там, где-то от 200 до 300 квадратных метров. Там, как правило, должно быть 4 спальных комнаты. Потому что даже если детей будет меньше, одна из этих спальных комнат может пойти как кабинет. Или гостевая. Или гостевая, да, совершенно верно. И уже на третий этаж я поднимаюсь, там вот у меня как раз располагается основной зал, который достаточно большой, и там себе можно позволить уже окна в пол. И даже если у вас нет реки за окном, и нет там леса красивого, ну, у вас есть красивый соседский участок. Надеюсь, вам повезло с соседями. И есть что посмотреть. Все равно, находясь наверху, все равно обзор как бы достаточно легче себя чувствуешь. Больше солнца, больше пространства. А чтобы это не было накладно и как-то сложно для человека, потому что всех пугают таскать сумки наверх, особенно хозяек. Ну, я обычно предполагаю продуктовый лифтик. Он не такой дорогой. Это где-то от 200 до 300 тысяч может занять. В масштабе дома это не такие большие деньги. Но это очень удобно. Человек пришел на первый этаж, поставил сумки туда, поднял наверх. Или наоборот, надо с третьего этажа упустить белье, допустим, в постирочное. Или у меня на третьем этаже, если находится камин, поднять дрова для камина, чтобы не носить все это. Это очень удобно и занимает буквально один квадратный метр в площади дрова. Это надежный механизм. Но это делают профессиональные организации, которые отвечают. Он ничем не отличается от того же лифта, у которого многоэтажки, там, 10-20 этажные. Нет такого момента, когда многие люди, в принципе, достаточно, особенно те, которые создают собственное закрытое такое гнездышко, они достаточно щепетильно относятся к личному пространству. И тот факт, что гости, которые проходят все этажи, они автоматически проходят в спальне. Ну, максимально личное место для владельца дома. Не сталкивались ли вы с такими сложностями, как это решается? Вы знаете, вот как раз в этом варианте, который я описал сначала, он как раз это исключено. Суть в чем? Когда нам приходят гости, там, молодые, взрослые, неважно, какого там возрастного уровня, у нас на первом этаже присутствует первый зал. Это там, где барбекю, шашлыки, плов и все остальное, и рядом зона бани. Ну, зачем вам будут приходить гости? Вы с кем-то дружите, да? Приходите ко мне, посидим за столом, поедим, попьем. Как-то не так. Приходите, у меня отличная спа, сходим в баньку, искупаемся. Бассейн, тут же выйдем на первом этаже, тут же у нас и мангальная зона, и все, и там можно и пиво пить, и вино пить, и все. И все это, как бы, достаточно неубиваемо. И опять же, вышли и ушли домой, не заходя в дом. Именно как раз в этой ситуации приватная зона, частная, она не касается. А тот зал, который наверху большой, он, как правило, не для больших гостей, не для больших компаний. Это свой зал, потому что там присутствует трава, кухня. Камин, телевизор – это личное пространство семейное. Вот эта вот многоэтажность, всегда ли это просто дань моде, каким-то новым тенденциям? К сожалению, многоэтажность на сегодня – это такая суровая необходимость. Простая арифметика. Если 20% от 500 метров, это получается, что ваш дом по наружным стенам должен занимать площадь 10 на 10, то квадратных метров. Теперь мы отнимем от этого дома внутренние стены. Мы живем в суровом климате, это 640 как минимум. Значит, у нас миллиметров, 64 сантиметра с каждой стороны, плюс еще капитальная стена. Значит, реально у нас уже остается метров 80. Потом мы отбросим тамбур, это еще несколько метров. Потом мы отбросим котельную, она обязательно, котельная, она не жилое помещение, это еще метров 10. Плюс лестница на второй этаж и плюс холл, который мы зашли. Значит, фактически жилой площади мы получим 50-60 квадратных метров на одном этаже. До этого была тенденция у людей возвращаться чуть ли не к одноэтажным домам. А теперь представьте, у вас 5 соток, вы можете построить свой частный дом, в котором 60 метров полезной площади. Какие тут постирочные, какие тут ванны, какие тут залы с каминами, какие уж тут зоны там спа, это невозможно. Значит, как минимум вы должны иметь два этажа, даже при двух, при таком раскладе, вы имеете где-то порядка 120-130 квадратных метров. Это опять получается, вот тот набор комфорт как бы плюс не помещается. Опять вы не можете себе позволить за свои деньги на своем участке разместить там 3-4 спальни. Там 4 как минимум, потому что сейчас тенденция, ну все-таки детей больше хотят люди иметь, особенно если они обеспечены. Они как-то, ну средний класс, который уставился, они хотят иметь большие семьи, относительно большие, по сравнению с раньше один ребенок там что-то. Уже мы это не поместим. Две ванны мы тоже уже не поместим на эту площадь. А уж говоря, большой зал, чтобы принимать гостей, пусть даже не два, а один хотя бы, тоже не помещается, значит нас заставляет строить как минимум три этажа. А мы не можем бесконечно вверх расти? Вверх мы не можем, у нас есть жесткое ограничение 12 метров по коньку. Здесь уже подумали как бы тоже наши достаточно серьезные руководители, которые сидят в определенных инстанциях, что выше не надо. Я с этим согласен, выше не надо. Потому что на самом деле третий этаж это многовато для небольших участков. Ты немножко довлеешь над соседями, хотя это вроде бы в норме, но все равно не всем это может понравиться. По факту получается только человек, который может себе позволить достаточно большой участок по соткам, только у него есть возможность строить не высотный дом, относительно высотный, три этажа, а достаточно низкоэтажную застройку, но занимающую большую площадь на этом большом участке. Если человек имеет большой дом и у него очень большие потребности, он хочет действительно свое такое маленькое, назовем 15 соток, это достаточно большие в пределах города участки, и он захочет много там что разместить, это тоже не совсем будет получиться у него. Почему? Потому что в пятно застройки входят и гаражи. Если вы вдруг захотите на своем участке сделать гараж, не навес, а гараж, это тоже входит в пятно застройки. А если вы захотите беседку или отдельно барбекюшницу, это тоже войдет в пятно застройки. Вы понимаете, тут или ты строишь коробочку маленькую и туда пытаешься все засунуть, или ты делаешь себе гараж, но домик делаешь еще меньше. Вы рассказывали о том, что в начале своей карьеры вы строили очень большие дома, очень большие по площади, и сейчас тенденция все-таки к оптимизации содержания и площади. Это следствие того, что люди более осознанно стали подходить к выбору того, что им действительно надо, без каких-то лишних, ненужных вещей, может быть, заброшенные комнаты какие-то были. Это действительно было от того, что у людей не было понимания, то, что им нужно, раз, не было серьезной проработки эргономики помещений, потому что вот то, что я сейчас сказал первоначально про эргономику, удобная, которая комфортна для жизни во всех смыслах, ее можно уместить от 200 до 300 метров, условно, может быть, от 250, в зависимости от того, какая будет большая зона спа. А тогда люди то же самое не могли, ну, даже то же самое, они даже некоторые вещи пропускали, не было там каких-то пассивных вещей, они в 600 метров не умещали, потому что уходило очень много места на коридор, на проходные зоны, было неграмотно спланировано внутреннее помещение, и дома были чуть не в два, в два с половиной раза больше, а на самом деле помещений было столько же. Ну и, соответственно, люди уже пришли к тому, что нужно брать то, что тебе необходимо. То, что тебе необходимо для того, чтобы выросли твои дети, потому что все-таки в основном дети уходят после того, как вырастают, и вот эти вот 250-300 метров или 200-300 метров, они будут востребованы всегда, потому что дети будут приезжать в гости или еще что-то такое. Но, опять же, если уж никто приезжать не будет, то их всегда можно будет продать для другого поколения, которое только начинает свой жизненный путь. У них впереди еще и дети, и взросление, и там все такое, и третье-десятое. Меньше, я считаю, это все-таки дома более эконом-классом, они востребованы, их очень много, они самые покупаемые, собранные, но всегда должно быть, чтобы было что-то хорошо, надо всегда делать что-то немножко выше среднего, и тогда вот это вот то, что эконом, он будет потихоньку подтягиваться, даже, может быть, не по площади, но по качеству и по эргономике вот именно того, что нужно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА